асессмент который не увольняет людей которые показывает им сильные и слабые стороны очень сильно повышает лояльность компании вообще одна из моих ценностей это смысл и польза если это просто асессмент ради асессмента но я против таких подходов мы столкнулись сразу с рядом сложности в самом начале еще до создания асессмент центра асессмент все равно остается определенным стрессом для сотрудников это ответственный момент и для самих сотрудников и для их руководителей и для команд и для и чара в том числе ты руководитель ты часть команды ты не какой-то там начальник который может сверху сказать а то то и незаменимых людей нет да вы слушаете people cast это подкаст про людей культуру и трендовый чар индустрии мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса чтобы поговорить о процессах проблемах и их решениях и о том как же сформировать свою dream team подписывайтесь на новые выпуски на сайте people force.io в разделе подкасты и рекомендуйте нас друзьям всем привет это второй сезон подкаста про и чар people cast и я его незаменимая ведущая анастасия ефименко управляющий партнер компании people force мы помогаем оптимизировать people management и построить культуру высокой эффективности в наших подкастах мы говорим про актуальные темы для и чар приглашаем экспертов индустрии и в целом очень полезно проводим время поэтому не пропускайте новые выпуски обязательно подписывайтесь на наш канал и также на наши социальные сети сегодня у нас в гостях руслан и мельченко руководитель управления обучения и развития персонала варус экс-руководитель управления и развития персонала в алло руслан построил ассесмент центр полностью с нуля и с ограниченными ресурсами бюджетами и сегодня поделится с нами своим опытом тема этого подкаста как вы уже могли догадаться это оценка персонала и построение ассесмент центра тема достаточно популярные и очень объемная потому что все я думаю в каждой компании хотят добиться максимальной эффективности результативности своих сотрудников найти точки соприкосновения и как раз сейчас в этом подкасте мы об этом поговорим более подробно и попытаемся раскрыть эту тему со всех сторон ну что ж начнем с первого вопроса руслан расскажите пожалуйста в первую очередь какие есть методы оценки персонала и что что вообще вы применяете в своей работе на самом деле методов оценки достаточно большое количество и можно использовать и компетенции и интервью по компетенциям и работу с кейсовыми заданиями и различные формы тестирования но когда я столкнулся с именно с проблемой до создания assessment центра то ключевыми я для себя выбрал только несколько из них и это точно не какие-то тесты которые касаются там личностных характеристик или какой я по стилю поведения это больше специфические компетенции которые есть в каждой компании которые прописаны определенно под конкретную компанию это не общее понятие а что необходимо индивидуально для компании чтобы создать такой assessment центр в чем вообще его концепция да в чем его суть и назначение окей начну тогда с самого начала да потому что очень важно чтобы в любом бизнесе работали талантливые сотрудники ну пожалуй это чуть ли не единственное преимущество компании в современном мире в современных реалиях но где взять этих сотрудников эти таланты непонятно конечно можно поискать их на рынке труда при этом часть таланта будет уже трудоустроена в компаниях мечты а часть будет диктовать условия игры просто зная себе цену именно поэтому таланты как по мне нужно создавать внутри компании весь процесс из моей практики можно разделить на три ключевых этапа первый этап это обучение сюда входит и адаптации первичное обучение и конечно же профессиональная подготовка и самое интересное и переподготовка в соответствии с занимаемой должностью есть второй этап это как раз таки оценка и при этом оценка должна быть комплексной отражать не только текущий уровень сотрудников но и определять потенциал этих сотрудников ну и конечно же третий этап это развитие со всеми планами индивидуального развития кадровым резервом и так далее и это по сути и есть ключевой фокус тинди направления но еще большая задача это создать систему которая бы работала по сути все эти три этапа работают сами по себе но когда вы создаете систему объединяющую по сути продукт каждого этапа того у вас получается реально крутой рабочий инструмент позволяющий обучать оценивать и развивать сотрудников сколько времени необходимо на запуск такой системы и если говорить вообще о построении асессмент центра с нуля вот сколько понадобится времени да вот от начала до конца мой опыт показывает что минимальное количество времени за которое можно реализовать асессмент центр это полгода до в тот момент когда бизнес находился в стадии расширения и трансформации важно было понимать где есть потенциальные сотрудники и как быстро они могут стать частью изменений ну и также на каком уровне находится действующая команда и как всегда в любом бизнесе это вот здесь и сейчас да они когда-нибудь потом через год через два поэтому мы столкнулись сразу с рядом сложности в самом начале еще до создания асессмент центра у нас был ограниченный бюджет в чем в том числе и на внешних консультантов и на асессоров у нас был только один выделенный под оценку специалист представьте только один этот который только-только вот пришел в компанию до этого он занимался немножечко другими функциями не было готовой платформы для обработки и транслирования результатов всего этого и была базовая структура тестового асессмента который был только один раз проведем в компании но она уже это базовая тестова не подходила под новые условия которые перед нами стояли так как все трансформировалась структура абсолютно новая требования абсолютно новые компетенции по-другому сформированы сформулированы и новые реалии диктует новые условия и раз уж мы заговорили про компетенции это в целом достаточно такой тоже сложный момент и процесс определить в компании компетенции для всех должностей для всех позиций как вообще подходить к этому вопросу что вы посоветуете и как создать модель компетенции на самом деле мое мнение что все компетенции должны быть рабочие только в том случае если они подвязаны под стратегию под ценности возможно даже под видение или миссию компании потому что просто взятые откуда-то я хочу как у той компании до или я хочу как у того руководителя компетенции или возьму я просто 30 компетенции делойта которыми все пользуются честно скажу мы этими справочниками тоже воспользовались но для чего для того чтобы посмотреть саму схему работы потому что то что было прописано те поведенческие индикаторы они не совсем подходили под наши реалии под наши требования поэтому мы по сути посмотрели как прописана эта компетенция и написали все с нуля и таким образом у нас было сформировано ряд корпоративных компетенций они привязаны напрямую к ценностям компании и под них уже были прописаны поведенческие индикаторы для 5 уровней я могу рассказать о том как прописывать эти компетенции о том как прописывать эти индикаторы вы берете просто по сути свою ценность допустим вы клиентоориентированы да у каждого сотрудника компании это клиентоориентированность должно проявляться на определенном уровне выберете определяете для себя уровни поведенческих индикаторов их может быть 5 3 но не меньше трех как минимум что такое хорошо что такое плохо и что такое нормально да лучше всего если это там пять уровней это позволяет оценить сотрудника более развернуто и отнести его более точно какому-то уровню правления этих компетенций после этого можно посмотреть на тех сотрудников которые являются для вас эталоном вот это очень сильно помогает когда вы видите допустим руководителя и хотите таких же руководителей у себя в других отделах в других направлениях вы берете их за эталон соответственно это самый наивысший уровень и дальше от них уже прописываете в меньшую сторону то есть там его заместитель каким он должен быть ну чуточку менее клиентоориентированным или или как это клиентоориентированность должна проявляться а теперь когда мы создали компетенции придумали к ним индикаторы соответственно как дальше проходит оценка этих компетенций как это работает расскажите подробнее как как это все проводить по сути это является основой для уже выстраивания assessment центра на самом деле assessment центр это не просто там интервью по компетенциям и оценка 360 например или тестирование по диску или еще какие-то mbti возможно на самом деле assessment центр можно строить комплексно и нужно строить комплексно соответственно у вас может быть набор инструментов таких как корпоративной компетенции и индивидуальное интервью по ним потом 360 для того чтобы спросить у людей у сотрудников оцениваемых да насколько им там эти компетенции видны в работе в обыденной возможно какие-то кейсы опять же которые приведут к правлению этих поведенческих индикаторов из моей практики очень часто там людей оценивали по тесту 360 до по опроснику оценивали на отлично но когда с ним проводишь индивидуальную беседу или он показывает себя в работе в узкой группе в условиях такого легкого давления скажем тогда легкого давления оценки то он проявляет себя абсолютно по-другому и с этим связан там ряд проблем которые мы выявили в процессе уже до создания assessment центра его проведения а теперь могли бы вы перечислить все составляющие assessment центра до для того чтобы у наших слушателей сформировалась такая картинка полноценная до абсолютно вот все составляющие которые должны быть в assessment центре из того что я использовал свои практики из того что действительно работает это дневник компетенции это должны быть четко прописанные компетенции с индикаторами по уровню плюс обязательно для уровня должности прописан уровень самой компетенции допустим там директор должен соответствовать по всем компетенциям на 5 его зам может где-то на четверочку быть зам зама может быть где-то на троечку второе это конечно же оценка от сотрудников с которыми взаимодействует оцениваемый потому что это очень важно обратная связь на сейчас набирает максимальную популярность кейсы могут быть абсолютно разные я бы не рекомендовал использовать кейсы из интернета я бы рекомендовал продумывать кейсы свои пусть это будет первый опыт там не очень правильный не очень как-то красиво составлен этот кейс но он будет рабочим вы берете обычные свои показатели своего отдела своей компании своего направления вы берете критическую ситуацию в которой нужно принимать решение здесь и сейчас и создаете историю люди любят истории они вовлекаются и когда они вовлекаются в историю они проявляют свою сущность они не не рассказывают какие-то ожидаемые ответы они работают конкретно по кейсу тот кейс который мы используем он заключался в том что есть два директора магазина есть по сути показатели этого магазина и каждый сотрудник каждый директор должен предложить план своих действий при этом план может быть очень разнообразным сама ситуация заключалась в том что либо сейчас все станет хорошо либо магазин закроется и директора останутся без работа и такой вот так конфликт внутри желание остаться на работе люди почему-то воспринимали этот кейс на свой счет они боялись реально потерять работу в этом кейсе и они проявляли свое истинное лицо показывали как они могут мыслить критически как они могут анализировать ситуацию и так дальше при этом кейс был абсолютно безобидно скажите также пожалуйста про инструменты которые вы используете в оценке потому что сейчас очень много всего возможно вы используете несколько да и что что конкретно могли бы вы посоветовать из того опыта который у меня был мы использовали основной пул это компетенции для того чтобы оценивать эти компетенции составлялся определенный чек-лист и во время интервью по компетенциям мы по сути пользовались этим чек-листом не только мы но и те кто оценивал потому что и я немножко дальше расскажу это отдельная история вы сами понимаете денег на внешнего консультанта не особо можно рассчитывать и и и обучать своих тоже нужно вот из ключевого это компетенции это оценка 360 ее можно было проводить через google формы но опыт проведения первого тестового запуска показал что обрабатывать потом эти данные очень сложно это все нужно переводить в excel все ответы сортировать очень должны быть хорошие знания в самом экселе а так как у меня сотрудник да сотрудник был немножечко из другой сферы он вообще занимал позицию до этого рекрутера и по сути проводил те же интервью по компетенциям но здесь было немножечко все по-другому здесь нужно было системно анализировать совмещать результаты поэтому если вы будете использовать оценку 360 конечно лучше выбирать какую-то платформу которая сама обработает вам результаты сама вам покажет все сама совместит в нашем случае это было из 2 и этим занимались внутренние специалисты проектного офиса которые смогли всю вот вот эту систему организовать уже диджитализировать на платформе из 2 но есть же еще опыт когда компания приглашает внешнего специалиста для проведения оценки верно да можно и внешнего новым по сути он же пользуется практически теми же инструментами есть конечно компании которые предлагают свой продукт до программный это очень круто и если у вас есть на это бюджету с радостью берите и пользуйтесь чтобы потом была возможность эти результаты использовать потому что если вы запустите тестирование 360 там да в google формах и допустите какую-то ошибку то уже на всех сотрудниках в масштабах компании эту ошибку как бы тяжело исправить и вы получите часть результатов которые релевантные а часть результатов которые вы никуда не можете деть например неправильно задали вопрос люди его неправильно поняли все и по сути этот вопрос ушел в никуда а какие еще сложности могут возникать на что стоит обратить внимание при проведении такой оценки когда мы реализовали assessment центр мы думали что все будет очень просто да казалось бы ничего сложного сделали систему реализовали это все на бумаге создали контент использовали там структуру assessment а потому что время тоже как бы было ограничено на проведение мы оценивали 200 сотрудников их нужно было максимально быстро оценить так как учитывая что асессоры да это я и мой специалист и еще помощники в HR это как бы было сложно поэтому структура очень важна но с чем мы столкнулись уже в процессе да это ценности безопасности до этого был проведен тестовый assessment и его результатом были кадровые изменения и люди не понаслышке понимали что их это тоже может коснуться соответственно когда вы только внедряете в компанию assessment центр лучше всего создать безопасную атмосферу и создать ценность что assessment центр не для того чтобы кого-то уволить assessment центр не для того чтобы кого-то там понизить в должности или еще что-то assessment центр служит для того чтобы показать людям куда им расти это ключевая суть assessment центра ну и конечно же чтобы руководители компании видели сколько у них потенциальных сотрудников и какой потенциал у них всей компании в части персонала да и и еще одна сложность такая глобальная это не объективность оценки 360 я не знаю как в других компаниях но когда я реализовывал то люди просто отвечали на все вопросы пятерочками и ставили что все хорошо боясь предать своего руководителя это очень круто с точки зрения поддержки своего руководителя но когда приезжаешь к ним и лично спрашиваешь так от чего ты поставил 5 ну как его же уволят из-за меня если его уволят то и меня уволят и да или он меня уволит если узнает и для нас было очень важно при запуске следующих assessment сессий вот эту вот не объективность потихонечку превращать в безопасность то что вы можете спокойно ответить что никто не узнает ваш ответ вашу оценку было еще такое конечно как раз таки из 360 что руководители сами под диктовку говорили какие оценки выставлять такое тоже бывает не всегда сотрудники выступают честно и играют в честную игру да но у нас же были другие инструменты это как раз таки то о чем я говорил индивидуальное интервью и кейсы и люди проявляли себя абсолютно по-другому и вот когда мы видели такой диссонанс да оценка 360 он молодец просто крутой руководитель супер партнер помощник наставник а в кейсе и индивидуальном интервью он жесткий диктатор но конечно у нас возникали вопросы и конечно мы да мы потом просто собрали информацию обратную связь от сотрудников другими способами не скажу какими секретные чарские службы вот и мы собирали информацию о этих сотрудниках и потом уже принимали коллегиальное решение при этом но там какой-то отдельный инструмент мы не брали за основу то есть каждый инструмент давал свою часть баллов для итогового решения а нужно ли вообще проводить оценку 360 если она получается ну вот не до конца объективной да мне кажется нужно и мне нравится если честно этот метод потому что в большинстве компаний до особенно ритишные если компании то там не церемонятся там ты руководитель ты часть команды ты не какой-то там начальник который может сверху сказать а то то и незаменимых людей нет да ты часть команды и даже сами руководители в процессе понимают с чем им работать это о осознанности культуры до о понимании того насколько взаимодействия важно в компании поэтому 360 как инструмент сам он отличный единственное нужно сделать так чтобы люди не боялись высказывать свои истинное мнение и не приукрашали какие-то оценки тогда он будет работать а удалось ли вам лично в вашем опыте при дальнейших оценках достичь уже того что люди отвечают честно на вопросы и вы получаете более скажем так честные объективные результаты все больше убеждаясь что пиар в эйчаре да он является одним из таких самых важных и самых ключевых моментов если вы не рассказываете о результатах вот таких вот мероприятий как ассэсмент центр или кадровый резерв или какие-то программы развития то сотрудники относятся к этому как к чему-то новому а все новое пугает мы провели мы провели пиар результатов показали что реально у нас вот такой вот процент потенциальных сотрудников они вот займут в ближайшее время реальные должности повыше чем были часть из них получили индивидуальные планы развития что тоже немаловажно а часть из них получили просто обратную связь для своего улучшения никто не был уволен те люди которые понимали что они реально не дотягивают они хотя бы знали вот ну чему им соответствует те которые не понимали сути или там знали что они не дотягивают они сами принимали решение уходить причем это было без каких-то обидок без ничего просто понимали что уровень который требуется он не для них и не о них вы говорили ранее в подкасте что очень важно правильно задать вопрос да от этого зависит насколько точный и правильный вы получите ответ можете пожалуйста привести пример тоже чтобы лучше разобраться в этом какой вопрос например неправильный да может привести к ошибочному результату и как стоит правильно перефразировать этот вопрос чтобы он уже звучал корректно и мы получили какую-то адекватную оценку ну взять например ту же клиент ориентированность один из вопросов который у нас звучал это всегда ли прав клиент но на самом деле это настолько спорный вопрос на который можно ответить по-разному и и потом оценить самое интересное что оценить будет очень сложно можно сказать да всегда прав компания не что она должна идти на поводу у любого клиента можно сказать что у нас есть определенная наша аудитория которая позволяет двигать нашу компанию вперед для этих клиентов мы сделаем все возможно но в рамках бизнеса как мы перефразировали мы просто взяли задали вопрос и вначале поставили как 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 вы проявляете клиент ориентированность все и после этого люди начали рассказывать как именно они это делают тут очень важно задать не вопрос да образно там вы лидер ну человек ответит конечно да я лидер я я проявляю лидерские качества я лидирую в своей команде я лидирующий лидер но нет нам важно понять как он проявляет эти лидирующие качества качество лидера потом просто сравниваем с индикаторами если он действительно такой то отлично круто мы мы рады что с нами работают лидеры если нет но тогда мы можем дать рекомендации по крайней мере как усилить эту эти качество спасибо а скажите пожалуйста как часто вы бы рекомендовали проводить такие оценки в компании вообще в целом я бы скорее всего подвязывал это под запуск каких-то программ развития когда я только пришел там да на должность руководителя то моей задачей было вот те три этапа которые мы с вами обсуждали в начале обучение оценкой и развития их превратить в систему первым делом которым мы занялись это было как раз таки первичное обучение там были созданы стандартные навыки для новичков эти новички потом хотят расти соответственно нам нужно их как-то развивать и одним из ключевых еще таких достижений которые я считаю это я построил систему развития управленца в рознице это были три ключевых программы с помощью которых можно было стать от новичка до директора за один год спокойно освоив все навыки туда как раз таки в основу этих программ и ложились описания этих компетенций все курсы строились под эти компетенции и вот после этого можно уже что-то оценивать когда вы людям даете без какой-то отдачи знаний, навыков людей надо покружить для начала а потом уже оценивать и самое важное насколько часто проводить оценку это решает скорее бизнес но я бы не проводил оценку чаще чем один раз в полгода если запускать там вот эти программы развития например там школа директоров или не знаю еще какие-то крупные программы я бы после них как раз и проводил оценку чтобы люди видели насколько они подходят под будущие должности и они прошли программу развития теперь их оценили и они понимают на что они могут рассчитывать но чаще чем раз в полгода ассессмент все равно остается определенным стрессом для сотрудников это ответственный момент и для самих сотрудников и для их руководителей и для команд и для HR в том числе поэтому очень важно не переборщить с ассментом когда вообще стоит начинать оценку вот понятное дело что когда в компании еще немного сотрудников человек 20 то наверное нет и смысла особо заниматься построением ассессмент центра и развиваться в эту сторону возможно есть какие-то оптимальные показатели оптимальное количество сотрудников или определенный этап в компании когда уже вот да действительно прям нужно необходимо приступать к созданию ассессмент центра это на самом деле индивидуально я бы наверное проводил ассессмент даже для 20 человек если от этого будет толк вообще одна из моих ценностей это смысл и польза вы можете провести ассессмент и для двух и для трех человек но только вопрос что вы потом с результатами этого ассессмента вы будете делать если эти сотрудники смогут пойти дальше и открывать свои мини-компании в рамках корпорации это одна вещь если это просто ассессмент ради ассессмента ну я против таких подходов когда делается что-то ради того чтобы просто делать показать вид что у нас это тоже есть а вот мы с вами еще обсуждали момент проведения оценки есть разные случаи ситуации иногда оценку проводят внутренние сотрудники иногда компании пользуются услугами внешних экспертов к чему из этих двух вариантов склоняетесь вы лично что бы вы предпочли здесь есть свои плюсы и свои минусы на самом деле очень круто если команда будет состоять из внутренних ассессоров и из внешних тогда внешний сможет поделиться своим каким-то опытом в других компаниях то что он видел но понять всю суть всю структуру все действия может только внутренний сотрудник он понимает внутреннюю кухню он знает что это ок в компании или не ок в компании внешний ассессор он ориентируется только на дневник компетенции да и тот опыт который у него был и по сути он не понимает всей специфики бизнеса а внутренний ассессор он понимает но внутренних ассоров нужно готовить и я в начале подкаста сказал что это отдельный вопрос да отдельная тема у нас внутренними ассессорами как ни странно выступали руководители оцениваемых HR отдел входил в структуру ассессмент центра то есть по сути вся комиссия состояла из директоров по продажам так как мы оценивали розницу региональных руководителей по персоналу специалиста по оценке того единственного который был в моей команде и представителя отдела обучения либо меня либо какого-то тренера регионального который тоже принимал участие внешних мы не привлекали потому что бюджет ограничен был и по сути нам нужно было это сделать очень быстро а те предложения которые у нас были они занимали очень длительный период нужно было много провести встреч подготовительных а у нас было уже почти видение всего процесса поэтому оставалось только его создать наполнить контентом и тюбой оценивать сотрудников а поделитесь своим опытом каких результатов вам удалось достичь после проведения оценки какие получили инсайты как и в любой компании при оценке персонала часть людей показывают свои таланты свои какие-то сильные стороны как раз этих людей мы около 20 процентов да из всех перевели на более сильные форматы магазинов так как сеть розничная да то эти директора стали в магазинах директорами но большего формата с большей командой у них появились заместители если до этого они где-то были там не знаю в Новомосковске или рядом с Одессой в Приморске или еще где-то в маленьких магазинах где был только один директор кассир и продавец то сейчас они уже управляют командами от 20 человек это для них карьерный рост что еще из такого положительного крутого из результатов до этой оценки мы полностью написали для всех планы индивидуального развития это очень сильно помогло сотрудникам не только понять в чем они слабы а еще и понять где и как им получить информацию плюс так как у нас было сформировано много внутренних программ внутренних тренингов часть из них попали в кадровый резерв и прошли эти все тренинги и с удовольствием продолжили работу в компании плюс асессмент который не увольняет людей который показывает им сильные и слабые стороны очень сильно повышает лояльность компании часть мероприятий была оффлайн еще это было до карантина поэтому мы встречались смотрели людям в глаза и они понимали что в офисе сидят не какие-то там менеджеры которые ничего не знают а точно такие же люди которые борются за одну цель и ведут компанию к тому результату который хотел бы видеть там собственник или высшее руководство поэтому лояльность тоже с помощью асессмент центра можно повышать как ни странно но только если людей не увольнять а удалось ли сохранить лояльность уже после наступления карантина когда все перешли на удаленку сохранить скорее удалось в тот момент мне сделали просто предложение прийти в другую компанию и насколько мне сейчас известно то асессменты в таком же формате проводятся но только в онлайне и люди с удовольствием в них участвуют их лояльность в компании не изменилась более того они стали открытие и уже в оценках 360 не ставят всем пятерочки а дают реально обратную связь это очень круто и все сотрудники понимают важность этого мероприятия и руководители уделяют этому большое внимание это реально то над чем стоит работать чтобы асессмент просто не превратился в суд когда говорят ты подходишь или не подходишь класс очень здорово Станислав скажите напоследок пожалуйста какие вы можете дать советы нашим слушателям чтобы эффективно построить и пройти весь путь оценки персонала самое ключевое в оценке это понять кого оценивать и предоставлять обратную связь сотрудников как оценивать вы уже поймете в процессе потому что бизнес будет давать запрос абсолютно разный для разных ситуаций для разных должностей где-то нужно будет с помощью асессмента подготовить кадровый резерв где-то нужно будет с помощью асессмента показать сотрудникам зоны развития где-то с помощью асессмента пытаются расширить бизнес и это очень важно понимать зачем мы оцениваем кому это потом нужно будет и если вы беретесь за оценку то это должно быть систематически и регулярно просто один раз провести в компании асессмент не имеет никакого смысла абсолютно это просто будут потраченные деньги ну и относительно обратной связи люди сейчас тем более очень часто недополучают эту обратную связь чем она развернете чем она развивающей чем она помогает больше сотруднику стать выше, сильнее, лучше тем это круче и тем это больше помогает самому бизнесу если вы просто человеку скажете что он вот такими оценками обладает и ему от этого ни тепло, ни холодно если он видит внимание к себе то он с удовольствием будет отдаваться работе а еще одно, когда вы строите асессмент центр старайтесь не впихивать туда очень много инструментов определитесь с самыми ключевыми, которые вам важны я бы рекомендовал это делать с компетенциями корпоративными я бы рекомендовал оставлять кейсы какие-то практически возможно отвлеченные от работы возможно полностью с погружением в рабочую ситуацию пусть она будет выдуманная пусть она будет какая-то нереальная но люди любят истории они любят показывать себя в этих историях и это самый лучший как по мне инструмент для того чтобы посмотреть на проявления человеческие а вообще оценка это всегда стресс поэтому задача главная HR в этом всем оставаться людьми и оставлять процесс человечным на этом наш подкаст подходит к концу отдельное спасибо всем кто слушал пожалуйста оставляйте комментарии делитесь своим фидбэком расскажите нам о чем бы вы хотели послушать в наших следующих выпусках ну и подписывайтесь на наш телеграм-канал чтобы не пропустить новые выпуски услышимся с вами уже в следующем подкасте и в следующем подкасте